Воспалительное заболевание кожи Воспалительное заболевание кожи Воспалительное заболевание кожи В большинстве случаев само заболевание – это наследственная предрасположенность. Часто сочетается с другими аллергическими патологиями, такими как бронхиальная астма, аллергический ренит, аллергический конъюнктивит и пищевая аллергия, особенно на которой мы остановимся ниже. По проведенным генетическим исследованиям показано, что атопический дерматит у детей развивается около 80% в случаях, в случае, когда оба родителя страдают аллергией и проявляется преимущественно на первом году жизни. Дети с атопическим дерматитом в значительной степени имеют риск развития пищевой аллергии, астмы и аллергической ренита. Тяжелый хронический атопический дерматит, особенно связанный с пищевой аллергией и предшествует развитию пищевой аллергии, и это уже давно доказано. Возможно, в будущем у этого данного пациента развитие бронхиальной астмы. Что касается диагностики. Диагностика атопического дерматита преимущественно клиническая, клинических данных обоснована. Объективных тестов, позволяющих подтвердить, на данный момент не существует. Возможно, включать в диагностику аллергоанамнез, оценку распространенности, тяжести кожного процесса существует. Шкала определенная, аскарат называется. Ну и, возможно, аллергологическое обследование. Основным критерием является зуд кожи с определенной локализацией на лице и на разгибательных поверхностях конечностей. Это у младших детей. У детей старшего возраста даже возможно утлощение кожи, так называемой лихинификации, усиление рисунка, кожного рисунка. И чаще всего это сгибательные и симметричности, симметричные поверхности конечностей. У детей атопический дерматит, особенно у детей младшего возраста, чаще всего связан в основном с пищевым аллергеном. Это белок коровьего молока и куриного яйца. Мы плавно перейдем к пищевой аллергии. Так вот, при пищевой аллергии элиминация этих компонентов, причина значимого аллергена, она является этиотропной терапией для определения успеха лечения. Иногда трудно дифференцировать атопический дерматит от других заболеваний, например, сиборейного дерматита, контактного дерматита, псориаза, иногда чесотки. На сегодняшний день не рекомендуется определение концентрации общего иммуноглобулина Е в сыворотке, потому что данный метод имеет низкую ценность и низкий уровень иммуноглобулина. Будем называть его правильно, иммуноглобулин И все-таки, не оказывает и не указывает на отсутствие атопии, допустим, и не является критерием исключения диагноза атопический дерматит. На данный момент развития науки мы имеем возможность определения аллергенспецифических иммуноглобулинов И. Это антитела в сыворотке крови, молекулярные методы. Один из них, это золотым стандартом является иммунокап. На данном этапе есть хороший метод УЗИ-исследования кожи, даже, возможно, даже в период ремиссии. Очень часто проводят прик-тесты или скалификационные тесты, но это в каждом случае решает аллерголог отдельно, для какого возраста он будет выбирать данный метод. В общем, анализы крови, естественно, будем ждать и ожидать эозинофилии. Очень важно не забывать о том, что у этих пациентов нужно проводить иммунологическое обследование. Желательно определение иммуноглобулинов А, иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G, это сыворотки, для исключения селективных дефицитов иммуноглобулина А, которые могут сопровождаться тяжелым атопическим дерматитом. Лечение будем рассматривать, первый этап – это консервативное лечение. И при проведении данного лечения необходимо соблюдать определенную последовательность. Почему? Потому что элементы имеют разную степень развития, поэтому при остром мокнущем воспалительном процессе используется примочка аэрозоли. При остром воспалительном процессе без мокнутия, примочки, водные болтушки, присыпки, пасты или кремы. При подостром воспалении возможно использование кремов, паст, и при хроническом неспецифическом воспалении – мази и согревающие компрессы. При выраженной инфильтрации в очагах – мази и кремы с кератолитическими свойствами. И в стадии уже регресса кожного процесса – мази, бальзамы или кремы с биологическими добавками и витаминами. Желательно использовать на матрасников и текстиль, покрытый серебром для ношения одежды у детей и присневого ребенка. Существует несколько видов препаратов. Первый из них – это эмолианты. Мази, мала и гидролосьоны. Такое-то, как Топикрем, Эвен, Алипикар и Веледа. Эмолианты могут содержать гептены, и поэтому при длительном контакте могут сами вызывать дерматит. Что не рекомендуется? У детей до двух лет не используются препараты эмази и кремы с мочевиной, ланолином и пропиленгликолем. Также не используется воск. Есть препараты с гипохлоритом натрия, бактериальными лизатами и с пребиотиками. Мы очень часто используем местные глюкокартикоидные препараты. Как они наносятся? Наносятся они по правилу единиц кончиков пальцев. Продолжительность правил единиц кончиков пальцев – это намазывать крем нужно тонким слоем на длину кончика пальца ребенка. Длительность до двух недель, иногда даже можем продлить до 20 недель. Используется эльгибиторная кальциневрина, препарат такой, как Пимикролимус. Но при использовании данного препарата не стоит находиться под прямыми солнечными лучами. Ограничения, опять же, по препаратам. Это препараты на основе дёктина, нафталана и ихтиола тоже могут использоваться, но в настоящее время не используются. Они запрещены в использовании у детей. В противозудной терапии мы используем препараты на основе полидоканола. Он входит в такой препарат, как неотанин. Это синтетический танин плюс полидоканол. Очень часто этот препарат используется при обострении атопического, аллергического, контактного дерматита, экзамене, при псориазе, при пелёночном дерматите. Очень часто его можно использовать при ветряной оспе, герпесе, при грибковых поражениях кожи и при поверхностных пиодермиях. Также препарат полидоканол входит в состав всем известных кремов, гелий, комистат и дентинокс. Это лидокаин с полидоканолом. Что хочу сказать, что очень важно, что антигистаминные препараты мы всё-таки на данный момент не используем для контроля зуда. При очень тяжёлом течении заболевания, при достаточно выраженных поражениях, иногда используется биологическая терапия. Это допилумаб, это ингибитор интерликина-4 и интерликина-3. Они играют ключевую роль в развитии воспалений, особенно вот этого второго типа воспалений при атомическом дерматите и других аллергических заболеваниях. Также используются ингибиторы фосфодиастеразы, крисобарол, и та же всем уже услышанная асид-терапия. Этих детей обязательно нужно вакцинировать против вируса ветряной оспы, потому что очень тяжело протекает заболевание у детей с атопическим дерматитом. Что очень важно помнить, что прежняя установка о том, что купание детей запрещено при атопическом дерматите, оно сейчас уже устаревает и является неправильной. Желательно, конечно же, ежедневно купать детей, использовать ванны. Опять же, это лучше, чем душ. Ванна лучше гидратирует, лучше очищает и обеспечивает лучший доступ лекарственных средств в эпидермис. Улучшает саму функцию эпидермиса. Для очищения можно использовать недлительные, непродолжительные прохладные ванны около 10 минут с мягкой моющей основой. Улучшает эффект ДПХ этих препаратов около 5,5, где не содержатся щелочи. И желательно при очищении кожи не растирать ребенка. Только промокнуть и не вытирать досуха. Субтитры создавал DimaTorzok